Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка! Мы продолжаем тестировать капсульную кофемашину Nespresso DeLonghi. Сегодня, в вашем внимании, мы представляем, точнее продолжаем представлять тестирование кофе Today, бленд номер 8, кофе производства Нидерланды. Еще раз напомню, если кто не видел предыдущее видео, написано здесь на нем, что это кофе, бленд из спелых кофейных ягод, арабика, произрастающих в Центральной и Южной Америке, с мягким, сбалансированным вкусом, сладкими нотами лесного ореха и бархатным послевкусием. Ну, мы с вами протестировали это кофе в капсуле Алиэкспресс, такого какого-то бархатного, небархатного и сладкого, и кого там еще. Ну, не орехов я не почувствовал, но это была капсула Алиэкспресс. Вот, и супруга мне подсказала записать сразу второе видео. Вот, ну, соответственно, записываем в таком же стаканчике. На этот раз мы тестируем в пластиковой капсуле. Фольга 10 микрон, фрекенбок называется фольга. Готовим также в объеме лунга, чтобы, ну, соблюсти, так сказать, паритет между ними. Готовить будем также капучино. Посмотрим, как у нас получится в данном случае, как будет готовиться. Итак, мы видим, что пробитие капсулы прошло, ну, хорошо. Также мы с вами можем заметить, что пробитие настолько хорошо прошло, что у нас даже струя, смотрите, потоком течет. То есть это такой помол кофе, что даже не сдерживает. Весь объем не прошел, прошел объем эспресса. Добавим маленько сюда, чтобы вкус почувствовался. Но до полного объема лунга доливать не будем. То есть вот, примерно, это вот это, кстати, примерно лунга мы не долили. Полный объем не прошел. Но это ни о чем не говорит на самом деле. Не говорит, что это плохо. Бывает у нас и с капсулами различных производителей полный объем не проходит. У нас всегда есть возможность долить до нужного нам объема. Поэтому сильно мы не переживаем. Итак, цвет такой же мутный и остался. Собственно говоря, в данном случае, вот, какой-то большой разницы между готовкой в капсуле Алиэкспресса и в этой я вообще не увидел. Но вкус стал более насыщен. Знаете, больше кислоты появилось. Кислинка стала более ярко выражена. Послевкусие присутствует, ну, не какое-то там супер-супер-пупер какое-то послевкусие. Но вот оно есть. То есть, я могу сказать, что вот, если кто-то любит с кислинкой кофе, такая легкая горчинка и кислинка. Хотя супруга сказала, что для нее это кофе просто горький. Ее такой вывод был. Ну, не знаю. Этот вопрос, еще раз говорю, вкусом. Мне кажется, здесь больше кислинки. Вот. То есть, еще раз, это неплохой кофе на самом деле. То есть, кто любит такую кислинку, можете это кофе смело пить. Как вы видите, готовится оно хорошо. То есть, в данном случае мы достигаем же с вами двух целей. Первая цель вкусовая, конечно. А вторая цель это у нас как готовится кофе. В данном случае готовится оно неплохо. Объем жидкости наблюдаем мы с вами следующий. Как вы видите, жидкости уже присутствуют. Вот в таком виде. Что можно сказать? Ну, где-то объем примерно эспрессо здесь у нас жидкости. Это, конечно, не очень хорошо. Но это не критично. Как говорится, мы видели с вами и гораздо больший объем. Так, что еще можно сказать? Что в данном случае капсул, пластиковая капсула застряла. Не упала. Это только характеризует капсулу, больше ничего. Итак, вот так капсула пробилась. То есть, она пробилась замечательно. Да, сзади она вот так выглядит, пластиковая капсула. То есть, у нее пробитие, чем она хороша для многоразового использования, у нее вот этих дырочек, как в алюминиевых капсулах, они не множатся. То есть, я специально не подгадывал, уже несколько раз заправлялась. И вы обратите внимание, вот эти вот так вот немножко на излом покажу. Вот эти вмятинки, они почему-то попадают как-то в одно место. Не знаю, специально я так не вожу. Но, видимо, поэтому и не падает, цепляется там за что-то. Не может упасть. Но, кстати, хочу заметить, что у меня были варианты, когда я готовил оригинальные капсулы, и они так же не падали. Ну, вот реально. Это было только с пластиками, алюминиевых ни разу такого не было. Так, итак, капучино. Ну, капучино у нас, конечно, получится в любом случае. Тут у нас больше молоко играет роль. Объем мы несколько меньше залили. Вот оно в таком виде получилось. Ну, я давно уже говорил об этом, что качество молока тут играет его жирность и свежесть. Вот эти два параметра играют определяющую роль в данном случае. Ну, вы на канале у нас видели, что у нас бывали сорта, где даже с горочкой мы делали. Это потому что объем был больше. Обратите внимание, хорошая вот здесь кремовая пеночка перемешалась. Вот, значит, в этом случае вот этот первый стаканчик, это стаканчик с Алиэкспресса капсула. В этом случае стаканчик, это алюминиевая капсула, это пластиковая капсула с алюминиевой фольгой. Вот два продукта. Ну, однозначно, конечно, этот лучше, чем Алиэкспресс. Вот, собственно говоря, все, что мы хотели вам показать. Еще раз хочу остановиться на вкусе этого кофе. То есть, ну, он не такой ярко выраженный. То есть, как бы, вполне позволяет допить вот эту вот упаковочку. Мы ее, конечно, допьем. Как бы, ну, каждый день, грубо говоря, мы 3-4 раза, ну, 3 раза однозначно, каждый раз готовим в этом автомате что-то дома, какой-то сорт кофе. Поэтому, ну, однозначно мы это все выпьем. Еще раз хочу отметить доступность некоторых видов капсул в магазине Эльдорадо и М-Видео в этих сетях в нашем регионе, то есть в Братском районе. И там вы можете приобрести кофе на каждый день. Вот я беру его на каждый день. Это кофе Лер. Собственно говоря, поджидаю, когда бывают акции и закупаю сразу там по акции. 3, допустим, упаковки по цене 2. Относительно, если вы хотите оригинально, относительно капсул Неспрессо, это, конечно, ну, почти в 2 раза дешевле получается. Вот в этом плане. Ну, и кофе неплохой. Ну, а также мы выписываем. Есть у нас добрый друг ЗАЗа, который поставляет, у которого мы выписываем с интернет-магазина. Вот, ну, как бы я не буду рекламировать полностью, где и что это. Ну, там тоже большой выбор, и мы оттуда получаем капсулы. Ну, накладывается транспортная составляющая. Поэтому мы вынуждены заказывать, ну, много сортов, чтобы хотя бы там рублей 70-100 стоила упаковка доставки. Это существенно, конечно, дороже, чем здесь брать. Но, к сожалению, это проблема вот таких малых городов, удаленных городов, куда, собственно, компании, продающие автоматы Неспрессо, почему-то не считают нужным завозить в нужном количестве оригинальные сорта. Хотя, я думаю, тоже Нвидио Эльдорадо могли бы купить в Неспрессо партию и выставить его здесь, чуть ли не по цене оригинала. Ну, они этого не делают. Автоматы продают, а кофе продают других производителей. Вот, собственно, маленько вам пожаловался. Но, тем не менее, у нас есть достаточно много разных сортов, которыми мы можем выполнить замену. А так, на этом все. Ждите нового видео. Всего доброго. До новых встреч.